ребят всем привет встречайте очередную диву вернее убитую очередную диву в общем владелец жалуется на то что мопед все хуже и хуже начал заводиться плохо тянуть рассказывал что когда у нее купил когда-то там то мопед у него довольно прилично вваливалась сейчас он вовсе сдох все мои попытки провернуть kickstarter дабы хотя бы на ощупь понять есть дискомпрессии или нет в общем они не увенчались успехом потому как kickstarter клинит или это kickstarter клинит или это клинит двигатель пока что я не разобрался но в общем никак что ж двигатель у нас уже чистенький ну и теперь можно его разбирать ну что хочу сказать фильтр чистенький пропитанный маслом все хорошо все окей за фильтром тоже так не наблюдаю особенно много пыли какой-то много грязи все дело в том что посадочное место червяка очень сильно разбито и вот что происходит двигатель у нас так крутится но какой-то либо компрессии я здесь вообще не чувствую так вот 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 Продолжение следует... Склоняюсь к мнению, что горшок у нас еще родной. Родной, но уже убитый. Надеюсь, будет видно, что на продувочных окнах уже образовалась такая ступенька. То же самое вверху цилиндра. В общем, и на этот раз горшок тоже под замену. Бросил я колечко в цилиндр, и у нас получается вот что. Гигантский уже такой зазор. Что ж, ну а я тем временем продолжаю ебать с крышкой. Потому как посадочное место, ну вы видели, что было довольно-таки сильно раздолблено. Ну, единственный выход из этой ситуации это втулить направляющие. В гараже была на Редо вот такая вот втулка. Это, походу, от какого-то амортизатора. Но она как раз на ура сюда входит. Единственное, что здесь была такая фаска выступающая. Ее пришлось мне спилить, подогнать размер. Ну, ну и в принципе, она вот уже сюда хочет садиться. Но все же крышечку мне придется хорошенько нагреть. И тогда ее прессовать. Хорошо. Ну, здесь бурмашиночка. Еще нужно будет так слегка пройтись. Дабы вот эта вот поверхность была ровная. Ну, это уже, скажем так, мелочь. Главное, что червяк. Теперь у нас не сильно так люфтит. Ну, люфт, конечно же, есть, но он и должен быть. Но не такой шелтай-болтай. Снял я также торг-драйвер, дабы отмыть блок. И увидел вот что. Никаких накладок уже нету. Все в хлам стерто. Для откручивания вот этой вот гаечки я использую вот такую вот головочку. На 39 миллиметров. Когда-то это был крестообразный ключ. Какого-то газона или, может быть, точно не знаю. Нужную часть я себе отрезал. Приварил головочку на 17. И вот такой вот у нас инструментик получился. До конца, конечно же, не откручиваю ее. Потому как, ну, в принципе, здесь пружина не довольно-таки сильная. Так что опасаться, в принципе, нечего. Но все же... Конечно же, придется весь разобрать. Отмыть. И смазать. Направляющие, походу, у нас еще живы. Засохла, короче, смазка. И вот такой вот звук издает. Ладно. Это уже пока что, я думаю, нам не нужно будет. Но за исключением, конечно же, вот этих вот пружинок. Довольно-таки хорошая штука. Не знаю, какая у них жесткость, но такая приличная. Все детальки у нас практически уже готовы. Можно потихоньку все это дело собирать в кучу. Смазкой сюда нужно класть не слишком много, но не слишком мало. Стоять. 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 Пружинки я уже вытащил. Вот эти вот маленькие пружинки я ставить не буду. Буду ставить те, что были на старом сцеплении. Как видите, они намного больше и намного жестче. Сцепку я сейчас разберу. То есть, вытащу грузы. Теперь мне нужно будет узнать, ровный ли вес у них. Потому как, если хотя бы на одном грузе будет 2-3 грамма, у мопеда будет приличная вибрация. Это нам ни в коем случае не нужно. Нужно, чтобы все три груза имели одинаковый вес. Так что ж, первый груз. 137,0. 137 грамм. Второй. 146. И третий. 146. Так что, вес мы будем подгонять именно вот под 137 грамм. Да, 137,0. Как видите, вес у них неравномерный. То есть, два тяжелее и один легче. Если же так оставить, то на мопеде будет вибрации. Потому как торг-драйвер крутится с довольно-таки приличной скоростью. Что ж, облегчать мы их будем довольно-таки просто. Нам просто нужно потихоньку лишний металл убирать. Лично я беру сверлышко побольше. И по центру, где-то примерно вон здесь, снимаем лишний металл. Так, снимаем всего по чуть-чуть. Чуть-чуть сняли. И теперь на весы. Вот и готовы наши грузы. Пришлось делать 136,7. Потому как на одном я так перестарался. И сделал его немного легче. Но не беда. Главное, что они имеют одинаковый вес. И вибраций из-за сцепления теперь не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, ну а теперь поршневая группа Прокладки Штопора Прокладка под головку Поршень Кольца Пальчик И сам горшок Перед установкой Смотрим, как ложится прокладка На цилиндр Не перекрывает ли она случайно Продувочные окна Так как это влечет за собой потерю мощности Ну вот, в частности, здесь Она Отлично Сидит Правда, я ее здесь подрезал Когда распаковывал ее Кто не видел, смотрите, вот здесь Горшок, в общем-то, у нас неплохой Все края у нас Сглажены То есть, окна у нас Не острые Это есть хорошо Колечко я, кстати, тоже проверял Нет ли просвета между кольцом и цилиндром Просвета нет у нас Здесь у нас тоже Одно толстые И одно тонкое Толстые, конечно же, как всегда Самые нижние И тонкое наверх Что ж, пальчик Хорошо сидит Что ж, вот наш цилиндр на месте И всегда стараюсь смотреть Как поршень перекрывает Продавочное окно А то иногда покупая поршневую Поршень доходит до нижней мертвой точки И окно только наполовину открывается Дальше оно не открывается Это все потому, что окна Смещены на некоторых поршневых У нас же Вот Нижняя мертвая точка И видно, что канал полностью открывается Как боковые Так и верхний Так и выпускной канал Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok